день уважаемые радиослушатели интернет-зрители это те кто смогут и те кто смотрят нас на канале youtube на канале facebook сангейтс радио это интернет-портал радио центра сангейтс микрофона михаил меликов руководитель центра центр находится в чикаго соединенные штаты и наши координаты 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 это те кто хотели бы нам позвонить или до эфира или после эфира либо время эфира также нас можно найти через skype центра это сангейтс солнечная ворота сангейтс на конце буквы с 1 0 8 сангейтс 1 0 8 мы также находимся на фейсбук на youtube если мы будем смотреть в поисковых системах это сангейтс центр и веб-сайт радио центра сангейтс он так и называется тройное w сангейтс radio.com.com и сегодня у нас необычная программа программа посвящена одному совершенно замечательному человеку очень известному человеку к сожалению очень рано ушедшему из жизни его звали игорь иванович ветров и он был практикующим врачом вел большую консультативную научно-исследовательскую работу обучался у знаменитых мастеров востока в индии китае тибете доктор ветров являлся одним из ведущих специалистов в области аюрведической и тибетской медицины мармотерапии фитотерапии астропсихологии сигноторологии а также очень известным специалистов в мантрах минералотерапии и звукотерапии это традиции ганхарва виде доктор ветров был основателем и руководителем известного и причем не только на территории россии но далеко за пределами центра дхан в антаре санкт-петербург россия и являлся проектором по научной клинической работе санкт-петербургского государственного института аюрведической медицины и сегодня программа посвящена ему и у нас на связи россия москва и татьяна земская которая являлась его одним из ближайших помощников и о которой он в свое время мне рассказывал так уж получилось что мы никогда не видались с доктором ветром с игорь ивановичем ветром но мы с ним подружились и очень близко на интернете мы с ним были знакомы и в рамках нашего сотрудничества он провел достаточно много передач мы с ним вместе провели передач посвященные аюрведе посвящены медицине и надо сказать что доктор ветров был не только специалистом именно в этих науках но также он был специалистом во многих других и в астрологии и в астрологии он разбирался и вот стоило только заговорить на какую-то тему выяснялось причем как-то невзначай он об этом упоминал и выяснялось что он знает значительно больше чем как бы себя он классифицирует или квалифицирует и это были очень интересные у нас программы иногда мы с ним говорили достаточно достаточно продолжительный время продолжительное и к сожалению вот так получилось что в 2014 году вот сейчас мы отмечаем его годовщину он ушел из этого мира ну а больше конечно же расскажет о нем татьяна которая непосредственно с ним работала и которая ему помогала во многих проектах его и я очень рад татьяна вас приветствовать у нас в эфире здравствуйте здравствуйте очень рада вас слышать да к сожалению игорь иванович ушел от нас год назад конечно с его именем связано вообще развитие аюрведы и он действительно был на таком ведических наук вообще во многих областях во многих областях эзотерической астрологии такая кальпо йога это очень интересный раздел тантры он очень много действительно изучал и на своей практике все у него на опыте и на собственной практике знания которые он давал это были практические знания немножко расскажу о себе и не познакомилась в 2008 году стал поворотный год моей жизни то есть я прошла у него обучение по аюрведической терапии натуропатии далее я училась у него аюрведической диагностики эзотерической астрологии полимистрики это все было в ростове я тогда жила еще в ростове-на-дону игорь иванович он мы с вами таня я прошу прощения мы с вами оказывается земляки я родился в ростове-на-дону да где вы жили так скажем для тех кто со мной не знаком но прожил большую часть жизни конечно в основном я был прожил в минске но вот 24 года уже нахожусь в чикаго в соединенных штатах америки в этом южном прекрасном городе и я познакомилась и обучилась вот таким дисциплинам прошла вот такие семинары причем так получалось что когда приезжал горе иванович у меня было как раз день рождения то есть я всегда отмечала день рождения с ним вот так получалось в общем после этого естественно моя жизнь она изменилась очень сильно я поняла что я почувствовала что на мне лежит большая ответственность в плане то что я должна передавать знания учитель меня научил и я должна это знание реализовывать я должна его оживить чтобы она не было мертвым я почувствовала ответственность естественно до этого я тоже изучал астрологию физическую астрологию изучала 15 лет начала заниматься хатхой йогой кундалини йогой рейки научим у меня был такой большой длинный путь вот астрология уже занималась серьезно 2005 года до этого естественно тоже изучала поэтому все это было для меня и вот появился учитель моей жизни далее я стала вести его группу в контакте я поняла что нужно знание передавать то есть там его книг различные видео аудиоматериалы делиться для того чтобы делиться другими людьми потом я переехала в Москву и как-то я думаю что это тоже связано очень сильно с Игорем Ивановичем потому что здесь проводили семинары я переехала сюда и сразу же попала на все семинары и помогала организовать его семинары здесь в Москве поэтому последние вот 2013-2014 годы он в Москве проводил семинары и я здесь непосредственно мне удалось обучиться и помочь ему в плане того что я привлекла новых людей таких молодых потому что основная масса людей которые приходят на его лекции или обучаются это врачи это взрослые люди которые от 40 лет а тут появилась такая новая кровь то есть молодые 20-25 лет 30-35 лет то есть более такая вот молодая волна пошла и к сожалению вот в 2014 году он оставил тело а было все как то есть он поехал на конференцию аюрведическую в Крым и давал лекции об адрес колерозе и сложно говорить о нем прошедшем времени вот и он чувствовал себя хорошо вот я просто разговаривала с его родственниками, друзьями, кто был с ним в последние дни его жизни он чувствовал себя хорошо посыпался в море, радовался жизни и ничего не предвещало а 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 Субтитры создавал DimaTorzok